Если Бог является полноценной личностью, он должен уметь как-то иметь какие-то личные отношения внутри самого себя. Существует три разных отношения, три типа отношений, которые доступны абсолютно любой личности. И все эти три аспекта, они отражены в грамматиках абсолютно почти всех языков. Первое мы называем личные взаимоотношения. У меня есть отношение с самим собой. Следующее — это второе личное взаимоотношение. Это отношение «я» и «ты». Это второе личное отношение. Есть еще третье личное отношение. Есть такое «я» и «ты». И «я», «ты» и «он» или «она». Для того, чтобы пережить весь возможный спектр личных взаимоотношений, то есть первое лицо, второе лицо и третье лицо, для этого нужно иметь хотя бы три человека. Если Бог является какой-то целостной личностью, в нем должны все эти три типа взаимоотношений приносить ему удовлетворение во всей вечность. И все это должно происходить внутри него самого. Если это происходит вне его, тогда Бог не может быть назван целостным. Тогда Бог должен состоять как-то из трех частей, из трех личностей. И при этом он должен быть единственным, одним. Похоже, что у кого-то у вас мозги заболели просто. Но это нормально. Но мы все-таки еще как-то идем дальше, да? Вы понимаете, да? Это мы все называем философской или логическим объяснением того, что называется троица. Вы понимаете, да? Теперь упражнение немножко попроще. Но не очень совсем. Не совсем простое. Это притча, которую я украл у моего любимого теолога. И, конечно же, это C.S. Lewis, Клайб Стейплс-Льюис, о котором я уже говорил раньше. Он рассказал такую притчу о квадратах и кубе. О чем он говорил в ней? Он описал такую вселенную, в которой существует всего лишь два, существует только два измерения. Это двухмерная какая-то вселенная называется Флатландия, то есть плоская земля, Флатландия. Она называется Флатландия потому что она плоская. Флатландия — это вот такой вот дисток, совершенно плоский. Всего два измерения. Только ширина и длина. Но никакой глубины абсолютно. Теперь вы понимаете, что такое Флатландия, да? Итак, эта вселенная и там она населена как бы не людьми, а вот квадратами. Вы понимаете, что такое квадраты, правда? И вот однажды в этой вот Флатландии появляется квадрат, который заявляет себе очень странные вещи. Он говорит о себе, что он не просто квадрат, он больше, чем квадрат. На самом деле он куб. И будучи кубом, мы знаем, что в кубе шесть квадратов. И квадрат — еще один квадрат, и тогда мы сравним с кубом. Мы знаем, что куб — это шесть квадратов в одном. А в двух измерениях это абсолютно невозможно понять. Потому что для этого нам нужно немножко большее. Библия говорит нам в 55 главе в 8-9 стихе Исаии. Так как высоки небеса над землей. И пути мои выше, чем ваши пути. Иными словами, нам недостает измерений для того, чтобы понимать Бога. Подобно тому, как Флатландия не могла понять, что такое куб в двух измерениях, так и мы не можем понять, кто такой Бог в наших измерениях. И кроме того, в результате последних открытий ученые говорят нам что наша Вселенная когда-то начиналась из десятимерного пространства. И очень быстро она сократилась до той Вселенной, которую мы с вами сейчас имеем. Если Бог является Творцом этой Вселенной, это означает, что Он должен был существовать вне даже десятимерного пространства. То есть мы должны понять, мало того, что мы десятимерные и не можем понять, что такое, что значит понять Бога. Это та проблема, которую флатландцы хотели понять с кубом. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть вы поняли притчу о квадратах и кубе? Это помогает нам понять, почему же так трудно все это понимать, на самом деле. Но мало того, нам трудно понять, мы не можем еще и пересказать или объяснить другим людям концепцию Бога as a composite unity. То есть концепцию Бога, где Бог — это совокупность, единая совокупность. То есть у нас не хватает измерений для того, чтобы все это объяснить. Еврейский философ Спиноза сказал очень глубокую мысль. Он сказал, что Бог обладает бесконечными характеристиками, обладает ими до бесконечной степени, и из них мы знаем только несколько, и даже эти мы знаем несовершенно. И когда я это прочел, я сказал, неплохо сказано. И если мы пытаемся все это понять, мы должны также с вами как-то понять, что любой Бог, которого бы мы не пытались бы объяснить или описать, если мы сможем объяснить и описать, то это уже не Бог. Потому что это будет просто наше собственное с вами творчество. Вам понятно? Так, вздохнем глубоко и переходим к следующей части нашего курса. Вчера я говорил вам об этом. Существуют определенные логические аргументы, которые мы с вами можем использовать. Эти аргументы, мы, логики, мы будем использовать с теми людьми, с которыми мы будем разговаривать. То есть с теми людьми, которым мы хотим поделиться Евангелием. И целью моего сейчас того, что я буду рассказывать, нужно помочь вам понять, как показать другому человеку неполноценность его собственной веры. Или что он неадекватно воспринимает жизнь, его неполнота в философии жизни. В самом деле существуют люди, которые по-настоящему ищут истину. Может быть, они очень глубокий голод испытывают по отношению к Богу. Но у них могут возникнуть какие-то интеллектуальные проблемы. Или даже эмоционально они могут как-то невосприимчивы быть. Что мы можем сделать в этом конкретном процессе? В таком случае мы можем очень мягко подтолкнуть человека к тому, чтобы он пришел к каким-то логическим заключениям. Чтобы они, эти люди, уже не думали, что у них все нормально с их неверием. Иными словами, мы должны очень полюбовным образом надавить на этих людей. И мы должны таким образом разрушить основной фундамент философии их жизни. Помните, что если вы все правильно понимаете, должно быть какое-то противоречие между логическими выводами, которые делает человек в своей жизни, а также между выводами и реальностью, в которой живет человек. То есть, иными словами, должна быть разница между тем, что они интеллектуально считают правильным, считают это философией своей жизни, или какими-то постулатами своей веры. Должна быть разница между этим и тем, что же они в самом деле находят в жизни, какие смыслы в жизни они видят. Почему появляется вот такое несовпадение? Существует только одно состояние, в котором человек может правильно соотноситься с реальностью, это когда человек знает Библию. Вы понимаете, да? Okay. That means we need to show people where their beliefs lead them, we need to show them the logical conclusions of their ideas. Мы должны показать, каковы логические как бы выводы из того, во что они верят. И тогда в их жизни сразу появятся проблемы. In other words, what we're doing is creating a greater and greater difference in understanding иными словами, мы хотим людям показать, какова великая разница между философией жизни их и реальным миром, в котором они живут. Если мы будем все дальше и дальше отодвигать одно от другого, если мы постараемся связать это одной нитью, тогда нить будет натягиваться все сильнее и сильнее. И в конце концов она может порваться. И если мы в этот момент мы должны обязательно быть рядом для того, чтобы поддержать человека, чтобы он не упал. Потому что чем более соотносится человек, чем более он ассоциирует себя с философией своей жизни, тем менее он живет в реальном мире. То есть вы понимаете, да, что я говорю? Тогда я вздохну и скажу, слава Богу. Если вы начнете с каких-то вещей, которые абсолютно не относятся к личности человека, если, например, вы допускаете, что существует какой-то другой Бог, но не Бог Библии, может быть Боги каких-то восточных религий, или Бог современного рационализма, или какой-нибудь постсовременный Бог, которого можно сейчас найти в философии. Все эти Боги абсолютно не обладают личностью. То есть что такое безличностное что-то? Время и то, что мы называем случай. В other words, everything or the odds that anything can happen are 50-50. Иными словами, все, что захочешь, все может произойти, то есть 50 на 50. То есть фактически все может произойти. If you add to impersonal both time and chance Если время и случай вы добавите к безличностному Богу Если вы очень задумаетесь над этим The impersonal plus time and chance equal meaninglessness Если к безличностному прибавить случай и время в этом уравнении равно это будет все бессмысленность. Because besides God Потому что кроме Бога A personal God Бога, который обладает личностью There are no things which logically can give any meaning and purpose to life больше не может существовать логически никаких вещей, которые бы принесли смысл жизни. Everything else leads to randomness and chance Все остальное приводит к случайности к просто какому-то случайному сбегу по-украински совпадению обстоятельств. In other words no purpose no meaning no significance То есть иными словами нет абсолютно никакой цели нет никакого смысла The only difference is when you have a personal involved God Единственное что можно этому противопоставить это Бог который обладает личностью и он заинтересован и участвует во всем что происходит A God who interacts with human beings То есть этот Бог обязательно должен иметь отношение с людьми A God who involves himself in history That's what makes possible the possibility of miracles or prophecy Только тогда мы можем говорить что чудеса возможны And that is also what indicates the need for having a relationship with this God И следующий вывод который мы делаем что нам обязательно с таким Богом нужно иметь личные взаимоотношения Now there are three basic areas of inconsistency Существует три сферы сферы противоречий несоответствия In which you can push a person to the logical conclusion of his thinking В которых вы можете заставить человека сделать какие-то логические выводы по поводу того во что он верит The implications of his presuppositions or assumptions То есть он должен увидеть что его предпосылки и предварительные мысли означают и к чему они ведут Now this involves the person being honest with himself or herself Для этого для такой беседы обязательно нужно иметь такого человека который будет откровенен хотя бы перед самим собой И вот они эти три сферы Первая сфера Человек Вторая сфера Нравственность И третья сфера Смысл Начнем с первого Человек или человеческое существо Если у человека есть какая-то другая жизненная теория или философия но не библейская Тогда личностный аспект и вообще личностная часть человека она полностью отрицается в такой философии То есть несмотря на то что мы думаем что каждый человек является личностью Что каждый человек все-таки имеет какое-то значение в такой системе это все перестает иметь значение Потому что если человек родился в результате вообще появился только благодаря какому-то случаю и благодаря тому что есть время это полностью лишено личностного аспекта такое размышление И в таком случае человек вообще не может обладать личностью То есть все о человеке мы можем сделать вывод что он очень хорошо сложенная такая продвинутая машина rather complicated complex impersonal stuff Это какой-то очень сложный механизм в котором абсолютно отсутствует личностный аспект и все что делает человек это фактически просто функционирование машины то есть это значит что в этом микрофоне абсолютно нет никакого смысла потому что вы просто выброшены в эту реальность чистой случайностью выброшены в мир в котором мы живем именно из-за этой абсолютной случайности вы могли бы быть не человеком а какой-нибудь амебой или морским какой-нибудь водорослей морской и таким образом у нас нет абсолютно никакой цели в нашей жизни нет никакого направления или цели в историческом развитии нет никакой реальной цели в жизни потому что все вокруг оно хаотическое и не имеет никакого смысла оно все случайное и оно уходит в никуда то есть вы понимаете что я подразумеваю следующая сфера это нравственность нравственность это сфера в которой человек должен делать выбор и должен отвечать за свой выбор если все вокруг произошло в результате абсолютной случайности тогда мы не можем вообще утверждать что существует категория хорошо и категория плохо все что у нас остается это то что Дарвин объяснил все что у нас остается это Дарвинистическая теория борьбы за выживание то есть закон джунглей иными словами большая рыба съедает маленькую рыбу то есть иными словами помогай людям не помогай ничего тут не изменяется нет ни хорошо ни плохо и нет такого понятия что убить человека это плохо иными словами мы не имеем права никого осуждать за Боснию или за Холокост и в таком случае у нас просто нет абсолютно никаких глубоких причин почему в каких-то конкретных ситуациях мы должны сделать именно такой выбор и не другой кроме того мы не можем даже заниматься переоценивать ценности вообще оценкой ценностей таким образом в такой системе нет ничего плохого в том чтобы сжигать вдов кроме приносить жертву людей и отрезать членовредительством заниматься то есть все это фактически как бы абсолютно все приемлемо а мы знаем что все эти вещи они используются в некоторых религиозных культах тогда у меня появляются два вывода либо мне делать что-то доброе для всего общества либо мне делать то что мне самому конкретно нравится и абсолютно нет у меня никаких причин считать что одно лучше другого потому что вообще не существует такого понятия такой категории лучше то есть обо всем мы можем говорить все что угодно может быть это самые какие-то драгоценные ценности этого мира ценности этого мира мы не можем ничего абсолютно сказать о мире все что он ценит сегодня что это плохо потому что для мира в таком случае не существует категории плохо в конце концов большая рыба должна съесть маленькую рыбу мы все должны как бы поступать только мотивируясь своими собственными интересами то есть только этого и следует ожидать мы не должны друг от друга ожидать чего-то большего и таким образом нет никакой причины которая бы нам понравилась вести себя другим образом это просто природа вещей поэтому радуйтесь если вы можете вы понимаете термины вы понимаете что подразумевается под этим давайте тогда поговорим о смысле жизни если человек это всего лишь какая-то такая очень сложная машина такие вещи как любовь и красота мир и надежда это все какие-то просто наши с вами биологические импульсы иными словами у нас абсолютно нет никаких психологических вот нашей психологической реакции то есть красота это наша с вами психологическая реакция на какой-то возбудитель надежда это какое-то такое мышление выдавать желаемое за действительное то есть это какая-то фантазия или какая-то иллюзия мир это когда у нас полный желудок и на нас никто не давит а что такое любовь это просто попытка человека такая грубая попытка удовлетворить свои собственные нужды а может это какое-то тепленькое такое внутреннее ощущение ощущение но в конце то концов это же все просто иллюзии это фантазия где-то несколько лет назад у меня один друг разговаривал с одним студентом в университете этот студент не был верующим подружка 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 и он не имеет абсолютно возможности вместить в себя такое понятие, как любовь. Твоя любовь не может иметь никакого значения. У нее нет абсолютно никакого смысла. Она вообще ничем от всех других чувств не отличается. Она не отличается от того, как две мухи просто друг за другом мотаются по стенке. Именно к таким выводам приводит философия. Именно потому, что жизнь бессмысленна, она ни к чему не ведет. И ты просто сам себя обманываешь, если придумаешь себе какие-то другие мысли. Ты просто обманываешь себя в том, что человеческая жизнь может иметь какой-то смысл. И в таком случае жизнь не может быть лучше, чем смерть. И ты просто не знаешь, есть ли смысл вообще спасать жизнь человека. И, конечно же, наша жизнь, это не просто пустая трата времени и ресурсов. То есть, что мы с вами делаем, когда у нас машина наша просто перестает уже ездить? Мы выкидываем и бросаем ее просто на свалку. Да, я знаю, потому что вы занимаетесь утилизацией этих вещей. Вечной причиной утилизации. Но даже в таком случае это все однажды однажды все закончится. How do I know? Почему мы говорим так? Откуда мы знаем? Сегодня утром рано я увидел машину. Она уже не была похожа на машину. На ней не было покрышек, на ней не было колес. У нее не было ни дверей, ни окон. Там было сиденье, но даже сиденье некуда было засунуть. То есть, вы понимаете, да, о чем идет речь? Если машина уже больше не работает, тогда уже с нее никакого толка нет. У меня есть одно литературное произведение, любимое. И он написал Чарльз Диккенс. Он называется «Рождественская песня». И там есть один очень интересный такой персонаж. Его зовут Эбенезер Скрудж. И он считает, что его философия жизни очень правильная. Когда под Рождество к нему приходят люди, и они просят его пожертвовать деньги для бедных, потому что бедняки там голодают и могут умереть от голода. Скрудж очень основательно им замечают. Да пусть они умирают. Потому что таким образом у нас будет меньше прирост населения. То есть, вот к таким выводам ведет подобная философия. С другой стороны, мы не можем с вами знать или прийти к другому выводу. Мы с вами только так и будем думать, что человек — это машина. Если мы не будем верить, что Бог сказал, что человек был создан по образу и подобию Бога. Так учит нас Библия. Именно тогда любой человек приобретает понятие личность. То есть, жизнь человека бесконечно дорога. То есть, это не просто запасная часть или какой-то механизм, агрегат в большой, огромной машине. И так же, кроме того, существует еще один способ способ, по которому мы можем прийти к более таким глубоким, обобщенным таким заключениям. Когда мы начинаем с вами рассуждать по поводу личностей конкретных и целых народов, тогда мы можем говорить, что лидеры народов несут ответственность за какие-то поступки. Иными словами, когда есть нравственность, мы можем перевести на суд и Гитлера, и Хусейна. Именно потому, что Бог установил определенные правила. Эти правила являются отражением его характера. Все эти правила основаны именно на его стандартах и на его качествах. И кроме того, мы можем с вами, изучая культурологию всех стран, увидеть, что все эти правила имеют свое отражение в культурах народов. И кроме того, мы можем с вами все-таки чувствовать и любовь, и мир, и покой. Мы с вами можем радоваться красоте, мы можем радоваться того, что у нас есть надежды. поскольку Бог все-таки личность, и все эти функции — это функции личности. Они являются частью взаимоотношений. Именно Всевышний так все сотворил. Он сделал нас такими, чтобы мы могли радоваться и удовлетворяться в этом во всем. To experience such things. Что мы можем каким-то образом переживать все эти явления. Therefore, the human being is real and personal. Именно поэтому мы говорим, что человек реален, и он обладает такой вещью, как личность. And we can experience these rich and beautiful things that God has given to us. И мы можем с вами переживать и наслаждаться всей этой полнотой жизни, которую Всевышний дал нам. He structured them into our world. He structured them into our natures. Now that's where our philosophy of life, the biblical philosophy of life leads us. And you see where the other philosophies of life lead them. That means as we're interacting with our friends or neighbors, we need to raise several issues or questions. Are you consistent with the philosophy that you hold? can you be? Can you be? Is it really workable in our world? Is it consistent with everyday life? Does it have any substantial connection to reality? Is it a relationship or is it merely wishful thinking? Or is it merely wishful thinking? Or perhaps it's just comfortable and convenient? Further, is your system true? Следующий вопрос, является ли твоя система истинной? Is it adequate to explain the facts of the world around us? Достаточно как ты можешь вообще решать эти аргументы правильные или неправильные? Хорошо, если тебе кажется, что твоя жизненная философия работает, она функционирует. Это хорошо, что она приносит тебе удовлетворение. Она помогает тебе чувствовать хорошо себя и жить в мире. Она даже, может быть, приносит тебе счастье. Но как ты можешь знать, истинна ли твоя философия? И когда она, и может ли она вообще закончиться? Не поменяешь ли ты свою философию в следующем году или через год? То есть, в конце концов, твои надежды могут быть просто ложными. То есть, в конце концов, задавая такие вопросы, вы увидите, что человек его философия лопнет. Она просто исчезнет, и она перестанет существовать. In other words, do you have any evidence on which you base your philosophy? Are there any facts to verify your faith? Существуют ли какие-нибудь факты, которые подтверждают эту веру? Any evidence you have to validate your faith and philosophy? Любые факты, доказательства для того, чтобы показать, что твоя философия истинна. And hopefully this will give you the opportunity then to provide the evidences that we've gone through the evidences of history, то есть исторические свидетельства, that we have documents that are historically accurate, документы, которые могут быть признаны точными исторически, that we can demonstrate the historical evidence for the resurrection of Yeshua. We can show the wonders of prophecy, and the reality of the greatest event that ever happened in human history. И реальность всех тех событий величайших, которые когда-либо происходили в истории человечества. Мы знаем, что Бог населил планету и сам стал маленьким ребенком. So your role is this. Значит, наша роль такова. It's to appeal to a person's conscience. Мы должны взывать к сознанию человека. To strike at his or her heart. взывать к его сознанию, чтобы каким-то образом подтолкнуть его сердце к размышлению. To appeal to the person's reason. Мы должны также взывать к его разуму. To show their inconsistency. Чтобы показать несоответствие его идей. And provide the evidence for the biblical way of life. и мы должны показать свидетельство библейской философии библейской жизни. And then you also need to appeal to God. И мы, кроме того, должны взывать ко Всевышнему. And pray that God will soften their hearts and open their minds. И молиться таких людей, чтобы Бог смягчил их сердца и открыл их разум. And then you will get to the ultimate purpose of apologetics. И в таком случае вы достигнете самые главные цели вашей апологетики. То есть вы поможете человеку узнать Бога лично. И в конце я хочу вас познакомить с очень интересной с очень интересной историей с договором с одним таким. It was made famous by the philosopher Паскал. Вы знаете Пари Паскал есть такая интересная вещь. Пари Паскал называется. Now Паскал argues that when the odds that God exists are even Паскаль высказывает такой аргумент по поводу того существует ли Бог. In other words there's just as much chance that he exists as that he doesn't exist. Паскаль говорит существует ли вообще 50% что он существует а 50% что его нет. Если человек будет сам себе думать существует или нет то практичный человек человек который разумно думает он обязательно придет к заключению что Бог существует. паскаль 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 потому потому что вы уже фактически вошли в игру тем что появились в этом мире. Таким образом вам обязательно нужно сделать выбор. И я вам покажу как эта пари выглядит. Так у нас вопрос существует ли Бог или не существует. Так что если вы доказываете что Бог существует? И Он в самом деле существует. Что у вас при этом пари что вы выиграете? То есть у вас появится вечная радость и вы будете иметь вечную жизнь? Что если вы при заключении пари будете утверждать что Бог существует а Он на самом деле не существует? Что вы потеряете? Nothing. Вы ничего не потеряете. А что если вы даете в пари такое что Бога не существует? А Он в самом деле существует. Oops is right. oops is right. Ой. Irreparable harm. То есть нам это принесет огромный вред. And everlasting destruction. То есть это будет вечное разрушение. What happens if you bet that God does not exist? And he doesn't? What have you gained? Absolutely nothing. The bet has to be made. Итак вы делаете пари. You've got to place your bet. И вам нужно выбирать в этом пари на что поставить. Which one will it be? God exists or he doesn't? That's Pascal's wager. And by the way after he makes the wager he then describes some evidences for this part of the choice. And he goes through some of the same evidences that we've gone through. And he talks about that most fantastic invention of all history. God came to planet earth to live among us. And that's amazing. But there's the bet. Now you've got to place your wager. And I'll make another bet that you are as hungry as I am. And it is time for lunch. And what we do tomorrow is we present the case for messianic Judaism. So come alive and alert. And thank you very much. But we'll try to overcome that. And somehow we'll find a way. Now I want to warn you in advance. A little later this morning I want to take your picture. So I will give you just a little time to as we say it spruce yourself up or make yourself look better. So now you have been warned. I think most of us are excited about the rise of messianic synagogues and fellowships.